Привет, YouTube! С вами Ваня. И мы продолжаем играть на сервере. Так, вот как вы видите, в руках у меня Portal Gun. Мне несказанно повезло. Я нашел два данжа в пустыне, совсем рядом с домом. Вот, смотрите. Вот один, вот второй. И в каждом из них был Portal Gun. То есть, теперь у меня два Portal Gun. Один я спрятал, дефолтный. Так, вот жопа в том, что эти Portal Gun. То есть, если у кого-то из игроков есть такой же Portal Gun, как у меня, то мы будем мешать друг другу. То есть, цвет портала, например, у этого бледно-голубой и синий. То есть, другой игрок откроет точно такой же Портал. Так. А, мы и так мышим. Ладно. Так, ну, как вы видите, я тут начинаю потихоньку уходить в подполье. Так. Давай-давай-давай. Не хочет. Странно. Ну, ладно. Так. Собственно, чем я тут пытался заниматься. То есть, как вы видите, я себе все-таки сделал меч. Довольно-таки. Давайте посмотрим на его характеристики. Семь с половиной атака. Автопочинка. Лутинг-3. Ну, это заточка и отделение голов. То есть, как... Так. Что-то у меня, кстати, с хлебом туго. Надо, наверное, пополнить себе запас. Я там как раз себе нажарил. А, кстати, да. Сейчас еще одну фишку покажу. Так. Вот здесь у нас должен быть хлеб. Угу. Уберем его в сундучок. То есть, ну, естественно, сделав меч, я пошел бить блейзов. Немножко набил блейз родов. Не знаю только, зачем они мне нужны. Так. Так. Ну, тут как бы ничего особенного. Тут решил немножко овец себе притащить. Ферму перенес под землю. Так. Ну, самое интересное. То есть, вот у меня еще есть... То есть, это я не нашел. Это я сам сделал. Делается он довольно-таки просто. Давайте посмотрим его рецепт. Glowstone, четыре эндер перла, алмаз. То есть, что может этот... А может он... А! Правой кнопочкой он берет блок, левый его выстреливает. Или правой можно просто положить его на новое место. Так. Ну, еще одна голова. Теперь у меня все будет этими головами утыкано. Как я обычно люблю делать. Еще я люблю из них лестницы делать. То есть, они работают как полублоки. Так. Ну, вот, например. Ну, некрасиво. То есть, можно вот так вот на каждый блок выложить. И так ходить по нему. Так. Что же у нас здесь-то? Так. Давайте. Вот это Firebat, это летучая мышь из Незера. Огненная летучая мышь. В чем ее фишка? Что мне вообще не страшен огонь. То есть, я могу спокойно летать, плавать в лаве и так далее. Но в верхнем мире нужно быть аккуратнее. То есть, в воде она задыхается. И если на улице пойдет дождь. То есть, смотрите. Вот. Собственно, с помощью вот этого gravity gun можно взять спаунер. То есть, я этот спаунер принес из Незера. И теперь у меня на моей базе есть такая вот ферма Блейзов. Если вдруг мне понадобится много. Так. Ну, и как вы видите, то есть, они в меня стреляют. Мне вообще пофиг абсолютно. То есть, единственное, я их, конечно, когда касаюсь, я получаю урон. Так. Ну, давайте их тут замочим, что ли. Так. Что-то маловато. Всего 6. Ну, ладно. Бог с ним. Так. Давайте. Ну, для этой мыши лучше, конечно, эффект частиц отключать. Тогда вот этого огня не будет. И можно будет более-менее комфортно перемещаться. Так. Мясо выкинем. Вот такие вот дела. Ну, собственно, к чему я все это веду. То есть, я сделал этот меч с отрубанием голов. Наверное, уже догадались, что собирался я мочить этих Витчер-скелетонов. Чтобы потом убить этого самого Витчера или как там он. Змей Горыныч треуглавый. Чтобы с него выпала Незер Стар. И, собственно, я хотел сделать Портал Ган. Ну, блин, я нашел два Портал Гана. Теперь даже не знаю, чем бы заняться таким. Из этого мира вот сейчас. Ну, это понятно. Это вся эта их компашка. Которые живут в другом измерении. Ну, то есть, чувак, который жил вот здесь, рядом с вулканом. У него там тоже что-то все с базы исчезло. То есть, тоже он куда-то слинял. Переехал. Этот вот не появлялся. обитатель острова. Ну, и тот чувак, который вот здесь вот в самой дали живет. Где-то здесь. Да, вот. Тоже я его сегодня не видел. Ну, то есть, этот мир опустел. Так, давайте, знаете, наверное, что сделаем. Я хотел сделать автокормушку для коров. Для этого нам нужна... Так, на всякий случай, а то, скорее всего, у меня нет каблстоуна. Я его постоянно скидываю. Нам нужен вот этот вот прокатный стан из мода Railcraft. Давайте его и сделаем. Так, железо у меня, по-моему, есть. Дерево есть. Нам нужно... Так, плохое дерево у нас есть. Извечная проблема с инвентарем. Так, что нам убрать? Вот иглу уберем, танк уберем. Кстати, тут сервер перезагружался, и я как раз загрузил в переработку никель. Ну, довольно-таки много. Как сказал админ, сервер вылетел. И после этого мой никель пропал. Что довольно-таки печально. А, редстоун. Редстоун вот здесь должен быть. Ну, а что-то у меня мало редстоуна. Давайте возьмем вот столечко. Так, и теперь мы... Ага, вот так вот. Пять паршни мы можем сделать. Ну, нам нужно только четыре. Так, я блейзер-роды не выложил. Так, они у меня здесь лежат как раз. Пусть лежат. Так. Дальше. Нам нужен... Давайте потратим вот это непарное дерево. Так, отлично. Мы сделали эту машину. Так, уберем. Проблема этой машины в том, что она постоянно потребляет энергию. Так. Я вот думаю... Так, ладно. Давайте... вот эту штучку нам надо сделать. Четыре золотых морковки. Я сбегал в деревню. Так, нам нужно четыре слитка стали. У нас, по-моему, всего два. Да. Ну, всего два стали. И придется... Еще две доплавить. Так. Ага. Ну, я тут еще немножко проапгрейдил. Ага. У нас в режиме отливки слитков. То есть, вот эту штуку в глубину. Увеличил ее объем. Потому что решил... То есть, когда набирал ляпиз для ножика, набрал очень много руд. Все это переплавил. Ну, вот. Смотрите, сколько кобальта я набрал в аду. В аду я тоже провел довольно-таки много времени. Ародита вот эту. Ну, чтобы сделать манилиновый меч. В принципе, у меня и так был материал на него. Ну, как бродил по аду, смотрю, кобальт выколупал. То есть, манилином мы обеспечены до конца наших дней. Ну, так вот. Вот про эту машину. То есть, если ее сейчас поставить и подключить к этой линии, то она у меня потихонечку сожрет всю энергию. Поэтому ее нужно ставить как-то на отдельную линию. На отдельную энергоячейку. То есть, вот эту энергоячейку можно настроить, чтобы она выключалась. Вот я сейчас поставил на игнорирование. То есть, она будет всегда выдавать энергию. Ну, можно настроить на низкий сигнал, либо на высокий сигнал. В принципе, у нас есть большая энергия ячейка. То есть, ее можно поставить сюда. Эту поставить где-нибудь отдельно. Поставить на нее рычаг. Ну, все, сталь готова. Я, наверное, сделаю проще. Мы настроим на выход лицевую панель. Поставим сюда эту машину. Ага. Так не работает. Кстати, Дайр Вольф говорил, что чтобы питать белкрафтерские машины, то есть, вот эта ячейка, она непосредственно не может их питать. То есть, обязательно нужно, чтобы был вот такой вот провод. Хотя бы одна секция между ними. Но, если мне не изменяет память, то это не для всех машин справедливо. По-моему, я пробовал что-то, какую-то машину прямо вставить к этой ячейке, она вроде как работала. Ну, врать не буду. Так. Ну, вот, пожалуйста. Вот она. Видите? То есть, у нее внутренний буфер полностью заполнен. Так. И если здесь всего один комплект айтемов, то нужно кликнуть. Так. Так. Забираем. И убираем ее. В принципе, в далеком будущем она нам еще понадобится, конечно. Но пока она нам не нужна. Так. Ладно, смотрим, как делается морковка. Восемь. Восемь. Восемь наггетсов. Короче, четыре слитка золота. Раз, два, три, четыре. Так. Морковку я куда положил? Раз, два, три, четыре. Четыре морковки. Дерево у нас есть. Так. Отлично. Дерево не хватает. Теперь должно хватить. Да. Вот она. То есть, мне надоело бегать кормить этих коров самому. Давайте где-нибудь. Я точно не знаю, какой радиус у этой штуки. Ну, мы сделаем так. Здесь я специально сделал, блин, всего шестнадцать. Ну, ладно. В принципе, коров я на еду и на кожу. Так. Ну и собственно кладем. И вот видите, она автоматически кормит коров, которых уже можно кормить. То есть, эта область у нас загружена. Давайте посмотрим. Так. Я здесь. Здесь. Да. По-моему, это все попадает в загруженные чанки. То есть, при этом, зачем-то я вот сюда перенес фермовую вот этой вот пшеницы. Потому что, то есть, я не уверен, что… То есть, этой пшеницей можно кормить коров, и они будут размножаться руками. Но будет ли вот эта фитстейшн? По-моему, нет. Я вот точно не помню. Вот. Ну и собственно, имея меч на лутинг, я думаю, у меня будет очень много мяса. Мясо намного сытнее хлеба. И, по идее, мне вот эта ферма уже как бы и не нужна особо. Так. Вот здесь я посадил морковку на всякий случай. Ладно. Ну, возможно, я возьму и вот это все… То есть, там засажу все обычной пшеницей в дальнейшем. Овец я разводить больше не буду. То есть, у меня здесь их четыре штучки. Если мне нужна будет шерсть, я их просто побрею. Так. Что же у нас? Так. Автокормилку мы сделали. И сейчас я, наверное, все-таки отправлюсь в ад. Я сегодня узнал офигительный способ быстренько замочить витчера. Вообще, безо всяких этих пушинов, энчантов, кучи геморроя и так далее. То есть, практически стопроцентный. Без какого бы то ни было риска. Вот. Ну, в принципе, у меня все для него есть. И кроме самого витчера. Вот. Для этого мне сейчас надо будет пойти все-таки в ад. И нафармить три черепа этих. Ну, с этим есть, конечно, проблемы. Потому что, во-первых, это сервер. Мобы здесь спаунятся. То есть, есть общий лимит мобов. Соответственно, игроки в разных точках карты. Там, возле них спаунятся мобы, там, под землей. И, как бы, на одного игрока приходится довольно-таки мало мобов. Ну, так скажем, в аду я провел несколько часов. Причем, несколько часов именно в Незер Фортресе. То есть, там, где спаунятся эти бяки. Вот. И за все это время их засполнил всего две штуки. И ни одного черепа не выпало. Так. Давайте откроем портал. И... А! Ну, вот там, кстати, есть. Есть там вот портал, который как раз соединен с этим, с порталом на спауне. То есть, выйду я, скорее всего, в нем. Вот. Вот. Поэтому я заранее открыл портал. То есть, чтобы, когда выйду из Незера, быстренько вернуться к себе на базу. Так. Вот. Как вы помните, я раньше всегда превращался обратно в человека, чтобы пройти в портал. Но, оказалось, это не обязательно. Для этого нужно приземлиться. То есть, нужно быть вот на нижних блоках. Тогда портал, собственно, телепортирует. Так. Ну, и, соответственно, я превращусь в огненную мышь. Чтобы меня там особо никто не беспокоил. Так. Ой, куда я упал. Так. Давайте взлетим. Так. То есть, вот. Вот первый Ford. Вот второй. Я его здесь пометил. И вот третий. А вот там еще есть четвертый. Собственно... Собственно... А, вот смотрите-ка. Там еще есть пятый. Вот давайте я туда и пойду. Так. Отмечаем точку. Ну, что же. Я думаю, вам не интересно будет смотреть, как я долго и нудно убиваю этих. И не знаю, если вообще убью ли я их. Скорее всего, буду просто долго и нудно сидеть и ждать, пока там кто-то заспаунится. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся в следующей серии. 2 Субтитры сделал DimaTorzok